здравствуйте друзья это у меня уже третье лето когда я занимаюсь так вот активно каналом голос силиконовой долины и то есть до этого он тоже существовал но как-то я внимание не обращал ни на статистику не на пользователей просто вешал видео вешал там на форуме для форума просто ребята могли посмотреть надо было где-то повесить вот но это уже третье лето когда я как бы целенаправленно вешаю видео специально для тех кто пришел на канал и тогда каждый каждое лето обычно это происходит конец апреля начало мая значит сезон идет вниз то есть меньше просмотров меньше соответственно меньше всего то есть как бы когда просмотров меньше то соответственно меньше новых подписчиков меньше я там не знаю чего что там бывает комментарии этой самой денежки которые там капает где-то по чуть-чуть и так далее значит я думаю наверное люди на даче ездят наверное у них появляется там какая-то возможность чем-то еще заняться вот так что у нас же трафик то в основном вот из бывшего ссср но вот сколько 75 процентов это только россия вместе с украиной вот две стороны это уже 75 процентов всего что у нас есть американский трафик процентов 6 7 такого плана значит итак она как-то затихает это не только у меня я вот общаюсь с ребятами и у всех примерно одно и то же я могу сказать что если первые там три месяца было ну что нибудь ну миллион миллион сто миллион двести просмотров на канале то сейчас например что-нибудь ну семьсот пятьдесят тысяч вот такого плана поэтому такое очевидное замедление и соответственно она как бы немножко куражу сбивает в том плане чтобы что-нибудь еще сделайте еще сделать потому что делать так чтобы меньше народу посмотрела как бы не тот энтузиазм это с одной стороны с другой стороны что происходит когда уже до несколько лет вот этим занимаешься то много тем освещено пойти вот есть каналы где за скажем два-три года у человека 100 видео 150 видео ну да он может быть там за три года 150 видео 50 в год там раз в неделю если делать раз в неделю видео то глядишь вот там чуть только получится у нас не специально не было никакого умысла но какой-то такой темп хотелось найти поговорить потом ребята заходят вот один зашел другой зашел за этим на вокзал поехали смысле там в аэропорт там этот работ нашел тому green карту прислали в эти тут open house был ну вот как же их вот и получалось что у нас и получается что у нас в месяц что-нибудь сто сто двадцать видео я понимаю что это тяжело смотреть потому что нормальчик ну большинство людей просто не в состоянии даже если бы им хотелось при том что им не может сильно хотеться смотреть все потому что у нас очень разноплановые сюжеты то есть вот если кому-то про green card лотерею так ему не интересно про open house хотя кому интересно про open house может быть не интересно там про птичек которые или там этих серферов там или еще что-то такое поэтому дело такое есть люди которые говорят не важно о чем разговор важно вот что из окна видно потому что они что-то там такое углядывают и даже если идет как казалось бы пустой трёп ни о чем в этом трюпе тоже много информации если как бы ее умеешь искать выуживать анализировать там и так далее поэтому что тут скажешь у нас у нас тут не то чтобы вот методические рекомендации знать там сухим языком бах там и рекомендации у нас бывает у нас начиналось с этого когда канал начинался я не знал что дальше будет в нынешнем формате я составил два десятка тем на которые мне казалось надо поговорить темы могут быть ну просто из опыта я вижу что это важно там скажем вот прокатную зону комфорта да я знаю что это важно темы бывают ты видишь других блогеров ты видишь о чем они говорят и такие есть вечные темы там как относятся там американцы там к русским как одно там скажем сша по сравнению с канадой такого плана основные визовые вопросы какие визы бывают что реально что нереально в этом смысле и так далее какие ошибки совершают начинающие мигранты и собственно первые наши видео вот если вы пойдете посмотреть номер один два три четыре пять там и так далее вот оружие в соединенных штатах вот вот это я все по тем вопросам которые ну или или задают уже тогда задавали вопросы или допустим у других блогеров я видел на форумах тоже я же вижу я такой большой был тот момент формный коммуникатор поэтому я вижу что на форумах про страхование надо рассказать надо про профессию тестера надо рассказать на вот у меня было тем но может быть 20 может быть 30 вот такого плана я их так очень составил и и пошел по одной и много времени уходила на каждое видео потому что я к нему готовился потому что я план составлял там что-то примеры подбирал там и так далее и это было прямой противоположностью тому что мы сейчас делаем там еще был момент поскольку я не очень умел ну как-то записывать это все и опыта не было так я еще не понимал вот что именно важно что не так важно и вот на что стоит время тратить на что не стоит время тратить поэтому у меня на монтаж много времени уходил просто по неопытности я и сейчас вот вижу каналы где у людей много уходит времени на монтаж например вот вам цин которая я надеюсь что временно убрала свои видео значит у нее много времени уходит на монтаж там солянка шоу у них очень много времени уходит на монтаж судя потому что ребята говорят хотя они конечно здорово это делают нет не сравнить вот с тем как вот большинство из нас но что сказать у меня то нет времени на монтаж и собственно у меня и сотрудников нет который бы это за меня делали то есть мне надо самому и надо было приноровиться так записывать чтобы потом не монтировать ну или монтаж мой в чем состоит у тебя когда кусочки собирают на границе вот когда кнопочку на камере нажимаешь там на включить или на выключить особенно на выключить как-то на подскакиваете когда с автомата там жак нежно бух отбрасывает ствол вот здесь тоже самое здесь не так сильно как-то но так дергается вот эти дергания значит убираю добавляю заставочку спереди сзади нажимаю кнопочку и пошло вот весь мой монтаж поэтому в конкретных обстоятельствах сказать моей жизни времени на монтаж особо нет на пинти плюшки на там добавочки субтитры но 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 нет времени и к чему я это все рассказываю я как бы возвращаюсь к сегодняшнему дню вот то есть со временем как бы выработался такой стиль когда можно не тратить много времени вот едешь на работу поговорил там ну конечно пришел в офис там надо там пять минут значит разгрузить почикать кнопочку нажать потом еще пару минут чтобы повесить ну вот собственно все затраты у меня лежит списочек в одном месте там где-то два десятка очень интересных людей очень с которыми договорено встретиться и поговорить ну такие интервью хорошие но это же время это же надо доехать или им надо доехать и надо сговориться и в общем если если такие делать сюжеты это ну я не знаю там раз в неделю не очень даже получится снимать снимать такое хотя мы все равно иногда делают просто это может быть теряется в общем потоке там из 100 120 сюжетов в месяц вот поэтому много разных соображений потому что люди все разные и запросы идут разные то есть я как бы вот сижу смотрю кто чего говорит и я с большим вниманием отношусь к тому кто чего говорит и значит я вижу например где-то больше массовости где-то очень специфический запрос и безусловно там где больше массовости я может быть скорее отреагирую но даже там где специфически мне тоже интересно бывает и я помню я не выкидываю я может не сразу отреагирую но 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 там где-то есть Так вот, чего я говорю, что когда у тебя уже 3,5 тысячи видео У нас, кстати, 20 миллионов было на днях, было 20 миллионов просмотров Я, конечно, понимаю, что мы бесконечно далеки, например, от Людмилы, Флориды, Ялты У которых там 40 миллионов почти, ну, ё-моё, это как же так вот, такая космическая для меня цифра Но всё равно приятно, значит, и чему я говорю, 3,5 тысячи видео И среди них много таких, которые, ну, вот, как методички, да, там есть такие тоже Но я же не могу одну и ту же методичку там раз в год выпускать, правильно? Даже если я её там прочитаю с другой интонацией И люди, которые смотрят много наших видео, они в первую очередь скажут Так что ж ты повторяешься, в районе чего всё Поэтому мы конкретно вот на нашем канале очень сильно зависим от ваших вопросов И, конечно, есть такие вопросы, которые просто повторяются, ну, с изменением одного слова Да, там, допустим, сможет ли устроиться там в США железнодорожник из Казахстана Или там, допустим, я не знаю, слово железнодорожник можно менять на любое другое Слово Казахстана можно менять тоже на любое другое Вот, собственно, таких вопросов много Я специально даже плейлист для этого сделал Там, разберите мою ситуацию Вот я их туда собрал, мне не хочется больше отвечать на такие Если только что-нибудь очень необычное попадётся, я, конечно, с удовольствием Но, в общем и в целом, как бы тоже не хочется никого грузить повторением одного и того же Так вот, бывают вопросы очень неожиданные Понимаете, когда ваш вопрос приходит Может показаться, что он какой-то такой вроде мелкий или неинтересный Или там ещё какой-то, но на самом деле Ты не знаешь, вот когда ты семечко бросаешь, понимаете, на какую почву упадёт На одной почве семечко погибло, а на другой почве там Дерево выросло прекрасно, понимаете Развесистые ветки, там листья, тень, ручеёк течёт Знаете, задавайте, бросайте семечки То есть вот почва есть какая-то, бросайте в неё ваши семечки А тут она уже будет, они будут как-то прорастать Ну, если получится Просто если вы не будете семечки бросать Тогда уже точно ничего не прорастёт, ни одного Вот Вопросы бывают бесконечно глубокие Вопросы бывают очень личные Бывает что-то очень трогательное Бывает что-то такое, что у меня даже сил нет душевных, чтобы вслух прочитать Потому что такие, такие истории Очень грустные, очень грустные бывают истории Поэтому Я даже, я понимаю, что даже многие они не столько Ожидают, что им поможет кто-то, сколько выговориться надо Может быть выговориться человеку, которого Ты вот так не знаешь лично, он где-то далеко там за экраном Может быть так проще, чем кому-то вот из своих рассказать, я не знаю, но Я очень внимательно всё читаю И так я обычно говорю, что если вопрос задаёте, задавайте коротко А не длинно Потому что на длинный я не так скоро отвечу Я, наверное, отвечу, я прочитаю Но просто, чтобы прочитать большой вопрос, я откладываю Потому что на ходу времени мало Но если это не вопрос, если это просто история какая-то Удивительные истории пишут И я вдруг начинаю понимать, насколько я не знаю ничего о жизни Понимаете, насколько я бессилен Не то, что там помочь, а даже просто что-то посоветовать Иногда я абсолютно бессилен даже Посочувствовать, потому что у меня слов таких нет Пережимает вот так Я не знаю, что делать Но абсолютно всё прочитывается То есть нет такого сообщения, которое бы не прочитывалось Другое дело, что лучше, если это написано в личку YouTube Или это написано на форуме залив.org Там есть место, где мы собираем вопросы для ответов Там точно ничего не пропадёт Значит, если это просто комментарии где-то Сложнее То есть комментарии многие проскакивают Недочитанные, непрочитанные Потому что комментарии читаются по другой схеме Так скажем То есть способ прочтения комментариев Допускает, что что-то может Проскочить незамеченным Поэтому В общем, если есть что сказать То, конечно, вот ещё раз Либо в личку Либо в Либо в личку Либо на форуме Можно ещё и в скайпе тоже Но в скайпе опять есть как бы Есть вероятность того, что оно вниз там ушло И пропало И забылось, и затерялось И поскольку там каждый день очень много всего Вот Я не очень Не очень Советую писать что-то на фейсбуке На Там где-то вконтакте В одноклассниках Потому что Я сам туда Практически не имею времени Ходить, заходить Значит, у нас есть Светлана из Харькова Которая мне помогает И она там уже Освоилась Там с ответами на те вопросы Которые всё время спрашивают И она Отвечает Если чего-то она не знает Она меня спрашивает Я и говорю Она отвечает В общем Если вы хотите до меня достучаться То Фейсбук Вконтакте И одноклассники Не лучшее место То есть шанс есть Но он резко снижается Ну и Конечно Я Заканчиваю Этот сюжет С тем Чтобы Тем Чтобы сказать Ребята От вас зависит О чём есть разговор Потому что Я, честно говоря С гораздо большим удовольствием Рассказывал бы Что-то содержательное Ну такое Чтобы действительно Бам И в точку В какую-то Потому что У меня Как бы Получается ответственность Что я вот взялся В каком-то темпе Там видео Делать И люди ждут Вот есть очень много людей Которые Как ни странно Да Вот Не столько информативного Хотят Сколько просто времени Вот сел там Кофе пить И смотрит Да Чё будет Вот он смотрит Просто интересуется Знать И Да Так вот А кому-то Кого-то это раздражает Я это тоже понимаю Я абсолютно всех понимаю Вы не писаете Как я каждого понимаю Я вот Противоречивые точки зрения Читаю Думаю боже Как я Каждого из них Хорошо понимаю Значит вопрос Чё делать Так вот Вопросы Задавайте Хорошие И я С большим удовольствием Буду делать Видеосодержательные Где мы прям Бум-бум-бум-бум-бум Разобьём Как сказать Вот Препарируем И потом Соберём Очищенное И работающее Нежели Нежели просто так Там Веселуха Я и веселуха могу Мне Собственно Не сложно Я привык Знаете Я очень много Общаюсь Поэтому я могу С разными людьми На разные темы И вообще без темы И так далее Мне не сложно Вот Но У нас канал В целом Серьёзный Поэтому Если даже Веселуха И есть То я бы Не хотел Чтобы Была сплошная Веселуха С вкраплениями Содержательного Это не наш Путь На самом деле Поэтому Мы за более Органичные Такие пропорции Но ребят Если вы не будете Вопросов задавать Я ничего не смогу сделать Вы Когда вот Допустим Хотите комментарий Написать Там Вот потратил Там 15 минут Зря Ничего не узнал Вы напишите Вопрос Вместо этого Можете Вместе с этим Ну вопрос Напишите Вот И я с радостью Брошусь Отвечать Потому что Ничего Более Желанного Для меня нет Чем ответить На хороший вопрос Так что Задавайте Счастливо 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 Счастливо